Удивите меня! А что мы готовим? Сейчас покажу. Сегодня я хочу большой красивый торт. Порадуйте меня, я жду. Торт. Здорово. Проще простого. Вы сказали торт? Тогда нужна мука. Засыплю ее в глубокую тарелку, а затем добавлю немного молока. Рецепт торта у меня в голове. Я прекрасно все помню. Никакой венчик не наполнит этот торт любовью. Только руки бабушки. Пустая трата времени. Всегда же есть вариант попроще. Готовые коржи торта уже сэкономят мне кучу времени. Какое кощунство. Не хочу даже на это смотреть. Мой торт будет лучшим, потому что я профессионал. Добавлю в тесто немного цвета. Это будет яркий торт для яркой девчонки. Получается очень красиво. Вот так надо делать. Как хочу, так и делаю. Поэтому добавлю арахисовые пасты. Чем больше, тем лучше. Обожаю. Она такая вкусная. Следующий слой. Главное не жалеть. И тогда Джесс просто пальчики оближет. Я бы хоть сама сейчас это съела. А почему не могу? Облизать ложку же можно. Ого, даже лучше, чем я думала. А ну, хватит. Ты готовишь торт для своей сестры. А я, пожалуй, добавлю клубничного джема. Который сама же и приготовила. Ей точно понравится. Аромат восхитителен. Добавлю всю банку, чтобы невозможно было оторваться. А теперь добавлю необходимых деталей. Когда это все подрумянится, глаз будет не оторвать. Такая красота. Осталось запечь. Отнесу в духовку. Ничего себе. Такой огромный торт. Да. И еще один важный штрих. Сейчас нужно аккуратно нанести крем. Я это делаю с помощью кондитерского мешка. Торт получается ярким и красивым. Следующий шаг – выравнивание. Важно делать это аккуратно, чтобы торт оставался таким же красивым. Думаю, с кремом готово. И последний шаг – украшение. Я хочу сделать декор, который идеально подойдет этому торту. Готово. Идеальная радуга. Поставлю ее на самый верх. Ну а сам торт украшу деталями из цветного шоколада. Добавлю звездочек и поставлю вот сюда. Ну и, конечно же, надо не забыть про облачка к радуге. Восхитительно. Что? Кто? Где? Ой, точно мой пирог. С пылу, с жару. А какой аромат. Чудесно вышло. Я тоже хочу этот торт. Мой так плохо выглядит. Даже у бабули лучше, чем у меня. Что же делать? Идея. Чтобы добавить цвета, нужны цветные конфетки. Так получится куда красивее. Что, все? Закончились. Ну ладно, мой тортик готов. Умничка, внучка. Вы мне не соперницы. У вас просто нет шансов. Неплохо. Очень мило. Восхитительно. С него и начнем. Сейчас я поем вкуснятину. Режем осторожно и аккуратно. Вот так. Какой красивый кусок. Нужно скорее его съесть. Ого, такой мягкий. Просто тает во рту. Потрясающе. Просто невероятная вкуснятина. А теперь хочу попробовать облачко. Слити ко мне в ротик. О, да. Какое же оно вкусное. Пальчики оближешь. Так, теперь следующий торт. Такой очаровательный. Сладкий и сочный. Ягодный вкус просто невероятен. Хочется есть его и есть. Я люблю этот пирог и человека, который его приготовил. А вот это... В принципе, можно съесть конфетку. Надеюсь, она вкусная. Да, вкусная. Очень даже. Так и быть. Попробую и торт тоже. Ой, какой липкий. Нужно это запить. Да, теперь лучше. Все, больше не хочу это есть. Теперь нужно сделать выбор. Да, очевидно, что радужный торт самый вкусный. Я победила? Ой, ну что вы, что вы. Не смущайте меня. В следующий раз победа будет за мной. Овощи. Овощи? Но зачем? Сейчас я покажу. Я хочу бургер. Приготовьте мне вкусный-вкусный бургер. Запросто. Какой бургер? Это же вредно. Не позволю моей внучке питаться гадостью. Вот, все в мусорку. А из овощей можно приготовить много всего хорошего. Авокадо куда полезнее булочек. И сейчас я приготовлю его очень вкусно. Нужно достать косточку и почистить. Ох, сколько витаминов. А помидоры? Я так люблю помидоры. Вкусные и полезные. Их обязательно нужно добавить, как и огурец. Ну и куда же без чили? О том, насколько чили полезен, даже говорить не хочу. Ой, пока готовила, аж самой захотелось съесть. Вкусно и совсем не остро. И листик салата туда же. Осталось собрать наш полезный бургер. Авокадо, салат, помидоры, перчик и огурцы. Какая же гадость. Мой точно будет вкуснее. Котлета на булочке. Теперь нужно добавить овощей. Огурчик есть? Нет. Это что, лук? Нет, его не надо. А вот помидорку добавим. Но сначала нужно избавиться от ненужных частей. Вроде бы все. А, тут еще есть. Ну, ничего страшного. И с этой стороны тоже вырежем. Где лофта? Готово. И добавляем к бургеру. Еще нужен сыр и булочка сверху. Какой-то он слишком высокий. Нужно прижать. Ну же. А если вот так? Ужасно выглядит. О, идея. Можно же немножко схитрить. Мне, пожалуйста, доставку бургера как можно скорее. Жду. Вот это да. Так быстро. Так, где там мой бургер? Отлично. Убираем ненужное. Какой он красивый. Выкладываем на тарелку. Идеально. Любуйтесь. Неплохо, неплохо. Но я все равно сделаю лучше. Как там мои котлетки? Отлично прожарились и впитали в себя запах огня. Такие сочные и ароматные. Все готово. Летите ко мне на тарелочку. Следующий. Ох, какие аппетитные. Уберу сначала все с огня, а потом буду готовить вкуснейший бургер. Не забываем потушить. Итак, приступаем. Нужно нарезать овощи моим профессиональным методом. Сначала подбрасываем, а потом нарезаем прямо в воздухе. Идеально нарезанные овощи готовы. Берем свежайшие булочки и собираем бургер. Кладем салат, сочную котлету и сыр. Следом овощи и повторить так еще несколько раз, чтобы бургер был похож на башню. Последний штрих – булочка и флажок. Теперь точно идеально. Красота. И правда. Мы готовы. Угощайся. Как же это вкусно выглядит. Все, кроме этого. Это вообще что? Не похоже на бургер. Ладно, придется попробовать. Вот это гадость. Отвратительно и остро. Фу. А вот это выглядит прекрасно. Хочу скорее попробовать. Долой флажок. Иди ко мне в рот. Что? Он просто развалился? Ну и не буду тогда его есть. Этот вроде симпатичный. Попробуем. Ничего себе, какая вкуснятина. Очень вкусный бургер. Он побеждает сто процентов. Я победила, я победила. Несправедливо. А как же я? Я хочу бургер. Приготовите? Конечно, без проблем. Для начала включим подходящий свет. А затем поджарим котлету для бургера. Вот увидите, она будет невероятно сочной и очень вкусной. Перекладываем нашу котлету на булочку с салатом. Сверху кладем сыр. А затем поджариваем его с помощью горелки. Не сомневаюсь, что от одной только мысли о плавленном сыре и сочной котлете у вас уже текут слюнки. Далее поджарим немного бекона и положим его сверху. Ну и, наконец, можно приниматься за овощи. Помидоры, огурцы и жареные грибы. Чтобы бургер не был сухим, добавим горчицы и кетчупа. Красота! Можно накрывать булочкой. Вставляем сверху шпажку и готово. Ох, это шедевр! Вот, прошу, полюбуйтесь. Ах да, сейчас включим свет, чтобы вам было лучше видно. Ого! Браво, шеф! Браво! У меня все будет намного лучше. Кладем в блендер самые вкусные зеленые овощи. Авокадошку, перчик, брокколи. А затем как следует взбиваем. Туда же добавляем побольше муки и разбиваем одно яйцо. У меня получилось замечательное овощное тесто для булочки. Перекладываем его на противень, а далее отправляем в духовку. Надеваем прихватку, чтобы не обжечься и достаем нашу готовую булочку. Ммм, какой аромат! Разрезаем булочку напополам и начинаем собирать наш бургер. Добавляем горчичку, листочки салата, авокадо, огурчики. На огурчики выкладываем перчик. А затем снова поливаем соусом. Вуаля! У меня получился невероятно зеленый бургер. Вот, полюбуйтесь. Молодец, бабуль! А я придумала, что буду делать. Я закажу бургер из Макдональдса, только добавлю туда побольше котлет. О, а вот и он! Выглядит потрясающе! Сестренка Кейт будет в восторге! Приятного аппетита! Ого, как много разных бургеров! Хочу начать вот с этого! Выглядит очень аппетитно! Ммм, вау! Он и правда очень вкусный! И бекон вкусный! И сыр объеденье! А это надо убрать! О, да, я в восторге! Но надо идти дальше! А вот этот бургер какой-то слишком зеленый! Ну ладно, попробуем! Ой, там что, одни овощи? Гадость! Спасибо, не хочу! Брр! Ого! А вот это уже другое дело! Сколько же тут котлет! Класс! О, хочу еще кусочек! И еще! О, да! Это безумно вкусно! Просто нереально! И так этот бургер победил! Правда? Ура! Макдональдс рулит! Раз старые тортики испорчены, то приготовьте мне новые! Окей, я уже приступаю! Наполняем силиконовую форму полусфер белым шоколадом, а затем замораживаем! Далее наливаем внутрь клубничный сироп, а сверху кладем кусочек бисквита, покрываем клубничным кремом, и остается только закрыть все второй половинкой шоколадной полусферы! Вуаля! У меня получились милые шоколадные бомбочки, которые нужно между собой соединить! Далее выдавливаем сверху белый шоколад, и приклеиваем на него несколько слоев шоколадных шаров! Осталось самое легкое! Красиво наносим розовый и фиолетовый шоколадный велюр на весь торт! О да! Это настоящее произведение искусства! Такое даже есть жалко! А у меня торт будет с фруктами! Поставим прозрачную форму вокруг торта, а теперь закидываем между формой и тортиком ягоды и фрукты! Когда торт полностью закроется ягодами, можно добавить меда! А чтобы получить мед, нужно сходить в гости к моей любимой пчелке! Привет, моя дорогая! Рада тебя видеть! Это букет цветов специально для тебя! Большое спасибо! Мне очень приятно! А это баночка меда для вас! До скорой встречи! Пока-пока! Красота! Мед есть, осталось только добавить его в мой тортик! А теперь воспользуемся спреем быстрой заморозки, чтобы все заморозить! Когда все застынет, можно снимать прозрачную форму! У нас все ягодки и мед застыли прямо на торте! Вот так красиво это получилось! Ммм, Оруо отпад! Ого, бабуля такой торт классный сделала! Пора бы и мне заняться делом! Сначала выложу Оруо на тарелку, а далее вылью побольше нутеллы сверху! Я приготовлю самый шоколадный торт на свете! Думаю, получится здорово! Теперь нужно аккуратно размазать нутеллу ложкой! А ложку можно и облизать! Ммм, вкуснятина! Далее возьмем Кит-Кат и выложим сверху! А еще я добавлю шоколадку Марс! Сестренка ее очень любит! По бокам добавлю белого шоколада, а сверху полью шоколадным сиропом! Затем карамельным! И обязательно добавлю ММДМС и мармеладки Кока-Колы! Вот это крутяк! Кейт, можешь пробовать! Вау, вот это да! Все тортики выглядят обалденно! А этот просто нереально! Хочу попробовать один шарик! Ууу, ничего себе, как прикольно! Мне нравится! Белый шоколад и клубничная начинка! Здорово! Да, этот тортик мне понравился! Идем дальше! Вот этот тортик на первый взгляд состоит из всех моих самых любимых сладостей! Попробуем! Вот это да! Никогда не ела все сладости одновременно! Это очень вкусно! Просто пальчики оближешь! Ну и наконец, теперь попробую вот этот торт! Его точно делала бабушка! Только она может найти так много фруктов и ягод! Ого! Да это просто нереально вкусно! Ням-ням-ням! Мне очень нравится! Бабулечка, ты лучшая! Ой, правда! Как приятно! Большое спасибо! А теперь я хочу вкусный коктейль! Проще простого! Сейчас все будет готово! Берем ананас, снимаем ненужную часть! Далее берем погружной блендер и взбиваем все внутренности! У нас должен получиться вкусный ананасовый сок! Замечательно! Затем берем спрайт и наливаем его немного в наш ананас! Достаточно! Затем засыпаем голубику и клубнику! Ягоды в сторону! Пришло время трубочки и зонтика! Вставляем трубочку, затем коктейльный зонтик и готово! Элементарно! Бабуля, ваш ответ! А я сделаю цитрусовый коктейль! Для этого нужно выжать весь сок из этих лимонов! Вот так! Привет, детка, как дела? Я вот выжимаю лимоны! Хух! Ну теперь точно все! Осталось только добавить ягоды и фрукты! Положим киви, клубнику, немного апельсинов и свежей мяты! Так, что же еще нужно? О, точно! Спрайт! И его... Нет уж, это мое! Не будь жадиной! Простите, шеф, я не специально, я нарочно! Зальем в бокал немного спрайта! Вставим трубочку! И теперь точно готово! Да уж, вот это страсти! Ну а для моего коктейля понадобится переложить в бокал все мармеладки! Они такие вкусные! А затем залить их пантой! Вы только посмотрите на эту красоту! Осталось добавить трубочку и можно подавать! Простим, дорогая! Все коктейли выглядят классно! Но хочу начать вот с этого! Ммм, какая вкуснятина! И даже клубничка есть! Здорово! А здесь у нас что? Ммм, тоже вкусно! Мне понравилось! Да, обалденно! О, а этот коктейль с мармеладками! Такое мне нравится! И тоже очень вкусно! Но победителем я выбираю... Коктейль от шефа! Серьезно? Я выиграл? Так неожиданно! Хотя нет, я знал, что так будет! Я лучший! Такая маленькая фанта! Да она размером с мой палец! Эх! А у меня просто огромная фанта! Повезло! Как же я рад! Вот это я понимаю размерчик! Но почему Зак такой везунчик? Ладно, пока он радуется, займусь-ка я своей фантой! Ой, а из нее вырезает желе! Прикольно! Не терпится попробовать! О, да! Какая вкусняшка! Ой! Кажется, я случайно проглотила бутылку! Молодец, Моника! Все выпила! Ладно, мой черед! Обожаю фанту! О, как же это вкусно! О, а на донышке, кажется, что-то осталось! Надо выпить все до последней капли! Ой! Кажется, мой язык застрял! Только не это! Зак! Зак, мне нужна твоя помощь! Ну ладно, давай сюда бутылку! Потянули и... Ты чего тут разлегся? Ай! Ты что творишь, Зак? Больно же! Прости, Венди, я случайно! Давай лучше займись своей фантой! Да я только рад! Чего бы начать? Попробую сжать бутылку вот так! Кажется, не получается! Бедный Зак! А фанта так близко! Смейтесь сколько хотите! Так, стоп! У меня есть идея! Возьмем и наклоним бутылку! Вот так! Вау! Желе действительно полилось! Пока Зак не видит, полакомлюсь чуть-чуть! И еще немного! Один мощный удар и... Вкуснятина! Что это было? Отлично! Отлично! Получилось! Ой, Венди! Как-то неловко вышло! Ладно, настало время полакомиться! А это вкусно! Может, хочешь попробовать? Я вся в липкой, оранжевой жиже! Да, ну и представление они тут устроили! Мороженое Баскин Робинс! Но почему такое маленькое? Обожаю мороженое! Да еще клубничное! Ой, что это такое у Моники? Это моя огромная порция мороженого! Брррр! Как же холодно! Ну, у тебя и видок, Моника! А теперь, Венди, ешь свое мини-мороженое! Вы такие злые! Ну и ладно, я начну! Ммм, как же это вкусно! Ну вот, этой большой ложкой нельзя больше ничего зачерпнуть! Что же делать? О, есть идея! Просто перевернем ее другой стороной! Гениально! Какой насыщенный вкус! Просто объедение! Как аппетитно она ест! О, нет! Все закончилось! Это было так быстро! Ну, что поделаешь, Венди! Зато теперь моя очередь! Берем ложку... И... Ой, она застряла! Опа! Я вытащил сразу все мороженое! Ну что, приступим к дегустации! Восхитительно! Как же хочется отведать хотя бы маленький кусочек! Есть идея! Странное ощущение! Как будто кто-то прячется у меня за спиной! Не понимаю! Ах, вот кто ворует мое мороженое! Попалась, Венди? Да я буквально только попробовать! Ай, больно вообще-то! Все, не отвлекай меня! Я продолжаю свое наслаждение! Эх, а мне остается только наблюдать! Все, готово! Давай теперь ты, Моника! Ура, наконец-то! А что это за мини-ложечка? Ну ладно, главное мороженое у меня огромное! Ммм, как же это вкусно! Интересно, как быстро она устанет есть! Ой, что-то мне тяжеловато! И так холодно! Бррр! Попробую вылезать ведерко изнутри! Что она творит? Мне кажется, надо ей помочь! А ну-ка! Спасибо, Зак! Я почти полностью замерзла! Ой, кажется, Моника превратилась в ледяную статую! Вау! А почему моя лошадка такая маленькая? Такая симпатичная! Просто загляденье! Ну ладно, делать нечего! Пожалуй, я начну! Надеваем повязку и поехали! Что-то у тебя не очень хорошо получается, Зак! Ну что такое? Палочка такая маленькая! Ей просто невозможно попасть! Просто возьму и сорву лошадку! Да! А что там внутри? О, да! Вот они, мои любимые вкусняшки! Обожаю! И чего вы на меня так смотрите? Давай, Моника, твоя очередь! А я только рада! Где там моя повязка? Надеваем! Для начала нужно настроиться! Что это она там делает? Один точный и верный удар! Есть! Ой, больно! Ну все! Держись, лошадка! Вот так тебе! Вот так! Получай за то, что меня ударило! Ну что там? Ура! А вот и моя награда! Вкусняшки! Обожаю! Класс! Молодец, Моника! Высоплю все до конца! О, да! Как же это вкусно! Я довольна! Ой! Твои зубы, Моника! Они стали как радуга! Прикольно! Ну что, Бенди, осталась только ты! Первым делом наденем повязку! Так-так, я готова! Сейчас! Вот так! Вот так! Вот так! Есть! Ух ты! Да тут целое море вкусняшек! Да это же мечта! Я просто купаюсь в Скитлз! Эй, Бенди! Нам нужно серьезно поговорить! Ого, как много у нее, Скитлз! Ага, здесь на всех хватит! Отличный челлендж!